Дикая Припять. 100 километров свободной реки. Лунинецкий и Столинский районы. У каждого из нас свой взгляд на мир, свои жизненные предпочтения, а общение с природой и вовсе является сугубо личным мировосприятием. Так что сравнивать природные красоты в плане рейтинга – дело неблагодарное, да и бессмысленно. Тем временем существуют объективные характеристики, отражающие разнообразие наших рек и озер. Характеристики, позволяющие выстраивать разноплановое путешествие, исходя из личностных интересов и желаний. И если говорить о Припяти в границах Лунинецкого района, то наиболее ярко ее характеризует слово «дикая». Причем Припять в Лунинецком районе кардинально отличается и от пройденного пути, и от участков, расположенных ниже по течению. Такого разнообразия каскадов песчаных пляжей и коз на реке больше нет. Столь уникальная картина получилась благодаря пока еще относительно небольшой ширине русла, позволяющей реке выписывать хлесткие вражи. И вот что еще важно, все эти действия происходят в основательном удалении от цивилизации, среди просторов с совершенно дикой поймой, оберегающей реку от чрезмерного нашествия туристов. Тут даже в разгар лета по выходным дням можно найти укромный пляж. Правда, для уединения в выходные дни может понадобиться лодка, тогда как в будние дни полно свободных мест и на сезонно-подъездных берегах. В Лунинецком районе Припять кардинально меняет характер, причем дважды. Преодолев плотину гидроузла Стахова, Припять буквально вырывается из оков канализированных участков, выказывая нрав волчица, становясь по-настоящему дикой, свободной и горделивой рекой. Рекой, которая, миновав паромную переправу в деревню Коробе, на протяжении 60 километров отстраняет от своих берегов цивилизацию широченной поймой. Поймой, изрезанной дивными староречьями, предстает вместе с подругами Притокове во всей природной красе. Река здесь столь прекрасна, сколь и недоступна в обычном понимании, при этом дарует путешественникам немало чудотворных мест, которым выбираются как на лодках, так и полезскими путиками, тропами, колеями. Прицепчик побросал, все. Подтолкнул и поехал, да? Да, если где буксует, то подтолкнул и дальше поехал. Популярное средство передвижения. Раньше уралы так часто встречались, белорусы старые. Ну, ну, да, это экономней. Еще беру от квадроцикла. А куда квадроцикл пройдет, пройдет и этот. Я уже пробовал один год. Пристал, подтолкнул его и дальше. Еще один мост включил ногами. А начинаются эти колеи от дамп польдерных систем, защищающих деревни от наводнений и фрагментарно сопровождающих оба берега практически на всем протяжении Средней Припяти. Условно, этот 60-ти километровый участок Дикой Припяти принято делить на три части. Стахово-Коробье. В последние годы словосочетание паром Коробье все чаще упоминается не просто как речная переправа, а как ориентир 9-ти километрового участка реки, тянущегося от гидроузла Стахово до деревни Коробье. Это уникальный по сути, неповторимый по разнообразию акватории мир, обрамленный золотом песчаных склонов и ярами, укутанными то густым имяком, то дремучими дубами. И вне всякого сомнения, здешние места относятся к золотой коллекции туристических мест с Синьокой. Коробье Цна Между деревней Коробье и устьем реки Цны протекает совершенно дикая река. При этом по низкой воде во многих местах она доступна даже для легковых машин, приезжающих от дамбы миллиардативной системы Кожан-городка. Количество здешних пляжей Коз, окаймляющих повороты русла и берега былых спрямлений, просто огромное. Причем как подъездных, так и совершенно недоступных для автомобильного транспорта. Хватает укромных уголков и на яровых склонах, увенчанных как пойменными лугами, так и перелесками из ив, ольхи, дубов, берез и даже сосен. Позвольте тут высказать привзятое мнение. Больше таких мест на Припяти нет. Есть другие, тоже красивые, дикие и уютные, но таких больше нет. Цна-Горынь 27 километров участок русла Припяти между устьями рек Цна и Горынь имеет уникальный характер и колоссальное значение для туризма страны. Здешняя Припять по-прежнему основательно отстранена от деревенских дорог широченной поймой и кардинально меняет облик в зависимости от уровня воды. Сложена она и череды разноплановых плесов-урочищ, имеющих сезонные подъезды от защитных дам пульдерных систем. По большому счету, именно эти разрозненные подъезды к обоим берегам и делят Припять на плесы-урочища, названия которым дали имена речных перекатов и устья небольших, но значимых притоков. Притоков, которые постепенно, при этом неуклонно меняют характер Припяти, делая ее все более полноводной, статной и величественной, что наглядно отражается и в сувене русла, и во все более высоких берегах. Слияние с Горынью Очередное преображение Припяти происходит на слиянии с рекой Горынью. Вобрав воды своего самого большого притока, Припять меняет нрав дикой волчицы на горделивую поступь строптивой красавицы. Излучины ее становятся более округлыми, русла заметно шире, а берега все чаще украшаются высоченными ивами и дубами. При этом русло по-прежнему окружено бескрайними просторами болотистой поймы, скрывающей бесчисленное староречие, превращающиеся по высокой воде в бескрайние лабиринты по лесу. Горынь Микошевичи Уникальный мир дикой реки. Именно так можно характеризовать 12-километровый участок русла Припяти между устьями реки Горыни и Микошевичского канала. После слияния с Горынью Припять основательно преображается. Прежде всего это касается берегов, которые все чаще окамляются высокими гривами природного происхождения, что существенно расширяет возможности обустройства туристических стоянок. Теперь палатки встречаются и на прямых плесах, причем даже при повышенном уровне воды, когда еще скрыта большая часть песчаных кост. Не менее важно и то обстоятельство, что после Горыни Припять становится заметным полноводнее, что в свою очередь положительно сказывается на рыбалке. Микошевичий случай Самобытный 22-километровый участок, где Припять меняет трав дикой волчицы на горделивую поступь строптивой красавицы. Сложен он из череды широченных излучин, южные вершины которых подъездные от защитных дам деревень Ольшаны и Семигостичи. Местами защитные дамбы полдерных систем и правый берег русла разделяет менее километра, что коренным образом меняет характер доступности реки. По сути, здесь начинается та самая Припять, которая известна большинству кругу туристов и рыболовам. При этом на ней еще достаточно диких берегов, где можно обустроить относительно уединенной лагеря. Туристический путеводитель по Дикой Припяти представляет только журнал «Рыболов практик» номер 2 за 2022 год, в котором, помимо выбора мест и участков реки для путешествий, отражены наиболее актуальные схемы местности с привязками фотографий и мест для стоянок – подъездных, лесных, луговых, лодочных и пеших. Издается туристический путеводитель при поддержке Белорусского общества охотников и рыболовов. Подписывайтесь на канал «Озера и реки Белоруссии». Подписывайтесь на туристические путеводители по озерам и рекам Белоруссии. Ссылки в описании. Путешествуйте вместе с нами и до встречи на озерах и реках страны. Субтитры создавал DimaTorzok